Добрый день! В эфире «Фабрика грез». Новинки российских фильмов и сериалов, комедии, мелодрамы, детективы, экранизация повести Пушкина, биография самого знаменитого борца России. О всех телесобытиях предстоящей недели смотрите в нашей программе. Сегодня вечером мы предлагаем вам посмотреть российскую мелодраму с участием моих любимых актеров, брутального Константина Соловьева и необыкновенно женственной Марии Куликовой. Оленька, моя любимая, я хочу с тобой провести всю свою жизнь, я хочу встречать с тобой рассветы и закаты, засыпать и просыпаться в одной постели, готовить для тебя завтраки, ужины и приносить тебе кофе в постель. Любимая моя Оля, выйдешь за меня замуж? Так трогательно. Я вообще давно об этом мечтала. Конечно, да, да, бла-бла. Света, Света, ты сейчас немножко заигралась, подожди, подожди, а текст как он, ну? Очень сопливый. Но для такой ситуации самое оно, я думаю, твоей Оль понравится. Думаешь, да? Это фильм о дружбе, верности и непредсказуемости жизни. Картина Павла Снисаренко воспринимается как притча, даже как сказка. Настолько своенравно войдет в себя в ленте его величество случаев. Дурюха ты, дурюха. После того, что мы пережили, о каком разводе может идти речь? Давай поженимся. Мы женаты. По-настоящему. В смысле? Светка, я тебя люблю. Также сегодня не пропустите один из лучших фильмов 2014 года. Лидера российского кинопроката, историческую драму по Дубне. О легендарном борце, почти былинном богатыре, который за свою карьеру не проиграл ни одного боя. Садись на телефон. Лучшие клубы Чикаго, Детройта и Калифорнии. Заплати газетчикам и позаботься, чтобы его фотография была на первых страницах всех газет. И подпись. Что-нибудь вроде «Железный Иван гнет Америку». Его называли «Железный Иван», чемпион-чемпион, русский богатырь. Он словно вышел из мифов о Геракли, из былин об Элле-Муромце. История его жизни у многих вызывает скепсис. Но просто не может такого быть. Настолько невероятным выглядят многие факты из биографии Поддуба. Ну-с, господин хороший, представьтесь в публике. Кто таков, откуда будете? Иван Поддубный. Из грузчиков портовых буду. Иван Поддубный – символ борьбы. Во многом благодаря Поддубному греко-римская борьба за очень короткий срок из просто интересного циркового зрелища превратилась в популярный во всем мире вид спорта. Иван Поддубный находился на вершине славы и признания, когда к власти пришли большевики. Поддубный отказывается от идеи покинуть страну. Рискуя потерять все – славу, деньги и даже жизнь, он остается в России. Как истинный патриот, Поддубный остается верен Родине до самого конца. Он шесть раз становился чемпионом мира и покинул ковер только в 70 лет. Главную роль сыграл Михаил Пореченков. И его можно поздравить. Не каждый актер добивается такого признания, когда яркий образ становится его визитной карточкой. Как Василий Ливанов всегда останется Шерлоком Холмсом, а Вячеслав Тихонов – Штирлицем, Пореченком и Поддубный обязательно станут синонимами. Михаил создал трогательный, чисто русский, в самом лучшем смысле этого слова, героический образ. Каждый кадр дает ощущение трепетного отношения Михаила к роли. Это настоящая ставка ва-банк, которая могла стоить актеру очень дорого. Но, подобно своему герою, Пореченков бесстрашно вышел на площадку и вернулся с нею в ранге победителя. Иван Максимович, Вы! Господа, в нашем цирке, на нашей... Поддубный в манеже! Поддубный в манеже! Я узнал его, я узнал. Как же его узнать? Он единственный такой на всю Россию! Он же поддубный, поддубный! Иван! 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 Завтра вечером мы предлагаем вам посмотреть романтическую комедию с Эльвирой Болковой главной роли «Замуж после всех». Это история с женщиной, которая отчаянно хочет выйти замуж. Но все ее попытки обречены на провал. Ну и хоть я и неудачница. Нет, ну что ты! Тебе просто не везет. Совсем капельку, капелюшечку маленькую. Ну, капелюшечку 15 лет подряд. Нет, что ты не так со мной? Скажи честно, я же не страшная. Нет, ну что ты, нет, ты... Ну, какая же ты страшная. У тебя, ты вообще у нас... Ух! Тебя можно даже по телевизору показывать. Вот фильм. А если не страшная, то что не так? Что? Я знаю, в чем причина. На тебе порча. Чтобы избавиться от венца безбрачия, главной героине предстоит помочь трем своим подругам обрести счастье. Ведь в прошлом она разрушила их личную жизнь. И только после этого с нее падет проклятие, и она встретит своего единственного. В лице харизматичного Алексея Зубкова. Случилось все так, как вы ее накадали. Появился мужчина, появилась женщина в красном за моим окном. Но я же загладила всю свою вину. Я все сделала. Так что же сейчас происходит? Почему? Что-то пошло не так. Да, все пошло не так. Мой мужчина уходит к моей лучшей подруге. Надо же. Ну, почему он к ней уходит? Видимо, он влюбился? Или она недостойна любви? Нет, она... Она очень хорошая, она милая. Господи, ну, конечно, она достойна. Так, может быть, все хорошо? Нет, что ж хорошего? Я же выполнила все условия. Я сделала счастливыми двух женщин. Ну, почему вы так со мной? Да чего вы от меня хотите? Я? Леночка, я просто разложила карты. Нет, не просто. В этом был какой-то смысл. Почему вы вначале мне дали шанс, а теперь его забираете? Скажи, почему? Ну, может, тебе это было важнее, чем тот мужчина? Что важнее? Возможность помочь людям. Увидеть еще кого-то вокруг, кроме себя. На следующей неделе на нашем канале стартуют сразу три премьерных российских сериала. Выйти замуж за Пушкина, Челночницы и Три королевы. Каждый из них достоин отдельного упоминания. Короче, я решила, кто первый выйдет, Пушкинист, того и выберу. Общий план снимем. Куда выберешь? В женихе. А если ты будешь пушкинисткой? Друзья, а собрать пушкинистку? Вот она. Нет, ну что-то... Следующий доклад. Зверев Александр Сергеевич, кандидат филологических наук, город Псков. Смех в поэтике Пушкина. Прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, уважаемые дамы и господа. Ну, видишь, Пушкинист. Я хочу представить вашу... Классика, дурачок ученый из советского кино. Мелодраму «Выйти замуж за Пушкина» сняли мэтры российского кинематографа, родоначальники советских сериалов, авторы «Вечного зова и тени исчезают в полдень» Валерий Усков и Владимир Краснопольский. Герой очередного выпуска нашей программы «Люди недели» — человек необычный. Кто бы не хотел, чтобы его показали по телевизору? Любой сочтет это за счастье. А он упорно отказывался. Я сказал нет. Потому что известный пока только в узких кругах пушкинист Александр Зверев иначе понимает счастье. На лекциях он часто цитирует студентам любимые свои строки из Пушкина. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Так может, именно в этом причина увольнения доцента Александра Зверева? Какого доцента? Какого Зверева? Снимаем сюжет о псковской молодежи с активной жизненной позицией. И в заключение хочу обратиться именно к вам, Александр Зверев. Как вы только что видели, нам не удалось выяснить причины вашего увольнения. Сейчас будет этот момент, я сейчас умру. Наше знакомство началось с нелепой случайности. Но я не жалею. Потому что благодаря этой случайности я вас узнала и полюбила. Новая работа Ускова и Краснопольского – это очень увлекательная история с вполне уместным вкраплением великих пушкинских произведений. По жанру фильм чем-то напоминает фарс-комедиу Эльдара Рязанова «Ключ от спальни». Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не взрастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Александрийского столпа. Ну кто-нибудь, ну подскажите, пожалуйста. Нет, весь я не умру. Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире. Душа в заветной лире. Мой прах переживет. Мой прах переживет. И тление убежит. И тление убежит. И славен буду я. И славен буду я. Да коль в подлунном мире, да коль в подлунном мире, жив будет, жив будет, хоть один видит! 90-е годы в развалившемся Советском Союзе стали временем женщин с клетчатыми баулами. Это племя взялось неоткуда, и с концом на счеты кануло в никуда. Кем были эти яростные торговки, и что довело их до такой жизни? Ответить на эти вопросы попытается новый сериал «Челночность». Девчонки, есть хорошее предложение. Стать продавцами, а? За прилавок. А в чем проблема? Можно и за прилавок. Но сейчас речь не об этом. Элли нужной помощницы. Не поняла. Ты предлагаешь я помощник Циэли? Ну, а что непонятно. Я работаю на ЗОВ. Мне нужна бригада. Четыре человека. Я, вы, ну, еще кого-нибудь подтянем. А что нужно делать? Поставлять товар. Предлагаешь нам стать челноками. Интеллигентные женщины, учителя, врачи, научные сотрудники встали за прилавки или везли на себе из-за границы неподъемные тюки и сумки совсем тем, что в бывших советских республиках в пору тотального дефицита не было. Так и только так можно было заработать хоть какие-то, а иногда и немалые деньги, которые зачастую становились единственным источником дохода всей семьи. Эта история, которая случилась со всей страной, будет рассказана в сериале на примере пяти женщин. Робкой, интеллигентной школьной учительницы Ольги в исполнении Марии Порошиной, бойкой, экспрессивной офицерской жены Светланы, которую сыграла Елена Панова, кокетливой и независимой медсестры Алисы в исполнении Заряны Марченко, бывшей балерины Эллы, мечтающей о чем-то большем, еще одна удача актерского кастинга Светланы Иванова и хладнокровной, умеющей выживать хозяйки рынка Зои, блестящая роль Ирины Розановой. В жизни каждой возникает ситуация, когда деньги, причем немалые, становятся жизненно важны. Героини окунуться в новый мир, денег, азарта, перспектив и криминала, где выживают сильнейшие, а слабых просто уничтожают. В фильме также подобран великолепный мужской ансамбль. Владимир Епифанцев, Юрий Цурила, Илья Соколовский, Вадим Колганов, Константин Южкевич. Что же касается актрис, то они делают своих героинь поистине живыми, узнаваемыми персонажами тех времен. В «Челночницах» каждый человек, переживший 90-е, непременно узнает кусочек себя и своего прошлого. Следить за судьбами героинь вы сможете с понедельника по четверг в 19.00 на нашем канале. Оля, беги! Беги, Оля! Третья премьера нашего канала – это «Психологический детектив. Три королевы», снятый настоящей королевой сериального жанра «Коренев Альянс», на счету которой такие хиты, как «Серафима прекрасная», «Единственный мой грех», «Два цвета страсти» и многие другие. С тех пор, как я приехал в этот город, я вот этими руками, вот этими собственными руками стал возрождать завод. Мой дед, мой отец. Растили этот виноград. Я поднял завод, я построил дом, я вырастил сына. И все время Эль, моя Эль была рядом со мной. А теперь она просит развода. Да, просит. Она свободная женщина. И вправе делать то, что ей нравится. А нравлюсь ей дядя я. И она мне тоже. Во-во-во-во-во! Ты же врешь, ты же врешь! Тебе нужен этот завод, тебе и твоему Илье Петровичу. Вы хотите захапать то, что сами не создавали твари. Я вас ненавижу. Значит, слушай так, я не дам развода, пока не выведу вас на чистую воду. И тебя, и дядю. Теперь пошел вон, чтобы я не видел тебя никогда. Слышишь? Никогда! В картине кипят страсти. Стремительно развивается действие. Но прежде всего, она, конечно же, про любовь. Главные роли в сериале сыграли такие звезды российского кино, как Елена Ксенофонтова, Николай Добрынин, Вадим Андреев, Станислав Бондаренко. На фоне своих именитых коллег прекрасно справились со своими ролями молодые талантливые актеры Денис Васильев и Александра Власова. Кстати, у «Коренев Альянс» есть особый дар. Она открывает для телезрителей новых звезд. Так, например, в дебютных ролях именно в ее картинах были задействованы такие ныне признанные актеры, как Екатерина Порубель, Сергей Безруков, Антон Феоктистов. Поэтому режиссер надеется, что и для молодых актеров, снявшихся в «Трех королевах», этот сериал станет судьбоносным. «У этого вина есть свой секрет. Мне еще отец рассказывал. Те, кто пытались его испортить, страшно. За это расплачивались. Да-да-да. Бред какой-то. Нет, Миша, не бред. На свете самое лучшее создано Всевышним. И вино это тоже. Тебе. И только тебе я оставляю секрет «Трех королев». Больше некому. Сына у меня нет. В пятницу мы предлагаем посмотреть экранизацию поести Александра Сергеевича «Пушкина. Барышня-крестьянка», поставленную режиссером Алексеем Сахаровым. Акулина, душа моя пришла. Я заждался сегодняшнего утра. Встань, барин. Ну что ты права. А почему глазки грустные? Что случилось? А то и случилось, барин. Что увидимся мы в последний раз. Сегодня уж я пришла. Не смогла не сдержать данного тебе обещания, но более не приду. Не обессудь. Да почему? Да потому что ни к чему доброму эти встречи привезти нас не могут. Нельзя нам видеться. Нехорошо это. Просто удивительно, как небольшая повесть всего в 20 страниц легла в основу практически двухчасового фильма. Барышня-крестьянка, как само произведение, так и его экранизация, очень интересно и увлекательно. Это своего рода русский вариант истории о Ромео и Джульетте. Два враждующих рода. Непреодолимое любопытство, которое очень скоро превращается в настоящую любовь. Очень интересно было следить за тем, как развиваются чувства между главными героями. Минимум диалогов в повести заставил сценариста и режиссера Алексея Сахарова дополнить и разнообразить классический сюжет. При этом все было сохранено в традиционной пушкинской манере. Как заявлял автор во время одного из своих интервью, главным для меня прежде всего было воплотить на экране простую, ясную и бесхитростную историю, поскольку сейчас, в наше неспокойное время, обращение к национальным ценностям и достоянию крайне необходимы. Алексею Сахарову удалось уловить и передать на экране простоту и искренность человеческих чувств, благородство и интеллигентность поступков главных героев. И, наконец, тонкое пушкинское лукавство не только по поводу конкретной забавной ситуации, но и шире самого местоположения России между Европой и Азией. Несмотря на то, что фильм «Барышня-крестьянка» представляет собой достаточно вольное обращение с оригиналом, критика сочла картину удачной экранизации пушкинской повести. И зрителям комедия тоже очень понравилась. Роли в этом фильме практически открыли для российского кинематографа на тот момент еще очень молодых и неизвестных актрис Елену Корикову, Екатерину Редникову и Людмилу Артемьеву. Счастье моё! Что случилось? Да у вас, кажется, дело совсем уже слажено! Маменька! А на сегодня всё. Оставайтесь с нами. Желаю вам приятного просмотра. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова